На календаре суббота, 24 января, информационная служба канала РТВА продолжает свою работу с международными новостями. К этому часу вас ознакомлю я, Сергей Кения. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко о главном сейчас мире. Дайте денег Украине. МВФ призывает Москву оказать Киеву финансовую помощь на фоне антироссийских санкций. Война продвигается вглубь страны. Мариуполь в огне. НАТО говорит о готовности к диалогу с Кремлем. Что может быть хуже оскорбления посланника Аллаха? Мусульмане против Шарли Эбдо. Сотни последователей ислама вышли на улицы Сиднея. Солнечным ударом по мрачному Левиафану Михалков обошел Звягинцева. Золотой Орел достался патриарху советско-российского кинематографа. Ситуация на востоке Украины остается напряженной. Поступает информация о новых обстрелах. Украинские военные и сепаратисты продолжают обвинять друг друга. Евросоюз требует от России подойти к украинскому вопросу ответственно. А он надеется получить от Москвы опись доставленных в Донбасс грузов. Но особо отличился Международный валютный фонд. МВФ просит российские власти помочь украинской экономике избежать дефолта. И это в то время, когда в отношении России действуют западные санкции. Украина и геополитика. В материале моей коллеги Нины Шамоги. Война докатилась до Мариуполя. Боевые действия из центра Донецкой области захватили юг. Левый берег приморского города впервые подвергся массированному обстрелу установками град. Сепаратисты и силовики обвиняют друг друга и заявляют о провокациях. Результат провокации – жертва среди мирных жителей. Девушка, пошлите. Пошли, пошли. Пошли, дорогой, пошли. Самопровозглашенные власти ДНР решили помянуть всех погибших от обстрелов и объявили день траура. Глава донецких сепаратистов Александр Захарченко инициировал возбуждение уголовного дела и приказал не брать пленных. В штабе сепаратистов признали. Накануне они понесли самые большие потери – 24 убитых и 30 раненых. Сейчас ожесточенные бои идут за Дебальцево – один из крупнейших железнодорожных узлов страны. Здесь же проходит передняя линия обороны украинской армии. Сепаратисты перебросили в район батальонно-тактическую группу. Идут арт-дуэли. Местные жители опасаются, что если ДНРовцы прорвут оборону украинских войск, то может возникнуть дебальцевский котел. Люди окажутся в ловушке. Предвидя такой исход, жители массово покидают город. Те же, кто решил остаться, прячутся в подвалах. Из Дебальцево начали вывозить и российских офицеров, работавших в центре контроля за прекращением огня. В ООН называют шокирующие цифры. Внутренне перемещенных лиц на Украине – почти миллион. Еще 600 тысяч покинули страну. С апреля 2014 года погибло более 5000 человек. Эксперты Организации Объединенных Наций опасаются, что в реальности жертв боевых действий в разы больше. «Только за 9 дней в период с 13 по 21 января 2015 года в результате вооруженных столкновений были убиты по меньшей мере 262 человека. Это в среднем 29 человек в день. И это самый смертоносный период после декларации о прекращении огня от 5 сентября». В ООН обеспокоены и продолжающимся присутствуем в восточных областях Украины иностранных бойцов, среди которых, как сообщается, есть российские военнослужащие, а также наличием тяжелого вооружения в населенных пунктах, находящихся под контролем сепаратистов. Порцию критики в адрес самопровозглашенных выдал и Берлин. Заявления лидера ДНР о переходе в наступление ФРГ сочли подстрекательством к войне. «Те, кто подписал минские договоренности, кто подписал декларацию в Берлине, обязаны предоставить гарантии, что это будет исполняться. Но слова главы сепаратистов Александра Захарченко, которые были озвучены вчера, можно считать ничем иным, как подстрекательством к военным действиям. «Мы достигнем деэскалации конфликта, если начнется отвод тяжелого вооружения, на чем и основаны договоренности, достигнутые в Берлине 21 января». В столице Германии министры иностранных дел Нормандской четверки призвали стороны противостояния на востоке Украины прекратить военные действия. Кроме того, отвести тяжелое вооружение от линии разграничения в соответствии с Минским меморандумом от 19 сентября 2014 года. Пока ни берлинские, ни минские соглашения не выполняются. Европейский союз решил форсировать деэскалацию ситуации на востоке Украины. Правда, вновь наступил на те же грабли. Брюссель в который раз призывает Россию взять на себя ответственность за исполнение минских соглашений и остановить раскручивание спирали насилия в Донбассе. То есть ЕС требует от страны, которая не признает себя стороной конфликта, не нарушать перемирие. На этом заявления западных чиновников не закончились. Международный валютный фонд просит Россию помочь украинской экономике избежать дефолта. Без участия Москвы в этом процессе международные финансовые институты могут отказаться выделять деньги Киеву. За Украину в телефонной беседе с Владимиром Путиным лично ходатайствовала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. На фоне всех требований и одновременно просьб Запада в Брюсселе решили ослабить удела. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг выразил готовность встретиться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в феврале в Мюнхене. И объяснил причину такого решения. Ситуация в Донбассе ухудшилась. Мы видели значительное увеличение числа тяжелой российской военной техники на востоке Украины. Речь идет о танках, артиллерии, а также системах противовоздушной обороны. На Смоленской площади не раз отмечали. Москва готова к сотрудничеству с НАТО, если партнеры образумятся и пойдут на равноправный диалог. Так что нынешнюю Мюнхенскую конференцию по безопасности аналитики уже нарекли украинской. А пока президент Украины вылетел в Саудовскую Аравию. Там выражать соболезнования саудитам в связи с кончиной монарха соберутся влиятельные политики со всего мира. Российскую экономику ждут не самые лучшие времена. И власти этого особо не скрывают. Достаточно того, что первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, признал, власти проспали последние пять лет, не проведя структурных преобразований в экономике. Ситуация настолько серьезная, что при правительстве создана специальная антикризисная комиссия. Примечательно, что к ее работе привлекут даже бывшего министра финансов Алексея Кудрина. Что происходит в России и налицо ли кризис? Об этом мой коллега Илья Колосов в программе «Германия за неделю» поинтересовался у директора Института экономики РАН Руслана Гринберга. Значит, спад раз, санкции два и три С. Снижение курса национальной валюты три. Они, конечно, взаимосвязаны, но все-таки можно говорить о трех вот этих вот вещах, которые, собственно говоря, определяют всю тревогу. Мы чего-то ждем. Вопрос в том, что власти, по-моему, не решили, как все-таки оживлять экономику и как остановить падение курса. А вот это очень важно. Это как бы усиливает панику. А вот в Ливане тоже чуть было не дошло до паники. На территорию страны проникли боевики группировки «Исламское государство». Убиты восемь солдат. Три тела обнаружили только сегодня утром. Ожесточенный бой велся накануне в течение 16 часов. Более 40 джихадистов пробрались из Сирии в труднодоступный горный район Ливана. Большинство диверсантов были убиты ливанскими военными. Армия разбомбила колонну автомобилей боевиков «Исламского государства». Но этого оказалось недостаточно. Джихадисты на короткое время захватили военный пост, однако были выбиты с помощью артиллерии и боевых вертолетов. Армия и сегодня продолжила прочесывать местность. Сотни мусульман вышли на митинг в австралийском Сидне. Они выступили против публикации карикатур на пророка Мухаммеда и, соответственно, против журнала «Шарли Эбдо». Акция была достаточно мирной. Собравшиеся все вместе совершили намаз. Что есть большее зло, чем оскорбление посланника Аллаха? После расстрела в Париже редакции «Шарли Эбдо» и убийства 12 человек братьями-исламистами Куаши, на обложке очередного номера сатирического журнала был изображен плачущий Мухаммед с плакатом «Я, Шарли». Участники акции в Сидне тоже держали в руках плакаты, но с признаниями в любви пророку и благодарностью Западу за попрание религиозных чувств. Полиция следила за ходом митинга. Десяти его участникам было предложено покинуть место проведения акции. Еще четверо были задержаны, но всех отпустили. Правоохранители решили лучше перестраховываться. Теракт «Шарли Эбдо», который постоянно публикует карикатуры на ислам и другие религии, потряс Запад. Лидеры многих стран, кстати и арабских, вышли в Париже на марш единства. В цивилизованном мире убийство журналистов было воспринято как покушение на свободу слова и демократические ценности. Тиражирование неприглядного изображения Мухаммеда не прекратилось. Многие издания после теракта перепечатали карикатуры. Это возмущает приверженцев ислама, в котором вообще запрещено изображать Аллаха и пророка. Акции протеста прошли во многих мусульманских странах. В России, на Северном Кавказе, в Москве провести акцию не разрешили. Генеральная уборка в Индии и Нью-Дели вовсю готовятся к визиту президента США. Моют улицы, красят здания, бродячих собак и священных животных коров отправляют в специальные приюты. А знаете, когда премьер Наренда Моди начал наводить марафет в стране по случаю приезда Обамы? Еще в октябре. Рвение к чистоте, подчеркивают индийские СМИ, отражает отношение властей к визиту американского президента, как к важному событию и демонстрирует намерение главы правительства показать Обаме Индию во всей красе. А в таких случаях важна не только чистота, но и порядок. Этот самый порядок будут обеспечивать 80 тысяч полицейских. Барак Обама станет почетным гостем на параде по случаю Дня Республики. На крышах расположат зенитные расчеты. На несколько часов закроют аэропорт и будет отключена мобильная связь. Дороги уже интенсивно патрулируются полицией. Машины проверяют днем и ночью. А вот Тадж-Махал Обама не посетит. Дело в том, что визит будет короче, чем планировалось. Причина – смерть короля Саудовской Аравии Абдаллы. Президент США намерен посетить Ирриат. После кончины монарха цены на нефть выросли. Аналитики считают, что именно нефтяной вопрос и приведет Обаму к саудитам. Что касается индийских планов американского лидера, в Вашингтоне считают, что это уникальная возможность вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень. Какие конкретно договоренности могут быть достигнуты, не сообщается. В ходе визита будет обсуждаться весь спектр двусторонних и многосторонних вопросов, в том числе борьба с глобальным изменением климата, военно-техническое сотрудничество, антитеррор, региональные дела, ситуация в Афганистане. Индия, как и Китай, традиционно поддерживает партнерские отношения с Россией. Входит в БРИКС. Для США это не новость, но недавний визит президента Путина в Дели американские власти насторожил. В российскую делегацию Москва включила главу аннексированного Крыма Сергея Аксенова. При этом в Госдепе ограничились выражением озабоченности. По всей видимости, Вашингтон решил не обострять отношения с Дели перед визитом Обамы. Левиафан получил «Солнечный удар», вернее фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар» обошел картину Андрея Звягинцева и получил главную статуэтку российской кинопремии «Золотой орел». 37 лет мы шли к этой картине, сказал со сцены Михалков. Картина совсем о другом, но мы не знали, что она будет так близка к сегодняшнему дню. Два года назад мы снимали в Одессе, а той Одессы уже нет. Как это все случилось? Российская премьера состоялась в Крыму. Патриотизм в России оценили. Картина пафосная, дорогая, с размахом. В основе рассказы Бунина. Помимо главной награды у «Солнечного удара» статуэтки «Золотого орла» за лучшую музыку, работу художника по костюмам, оператора, художника-постановщика. А вот Андрей Звягинцев был назван лучшим режиссером 2014 года. Его лента «Левиафан», представляющая Россию на премии «Оскар», также была удостоена «Золотого орла» за лучший монтаж, лучшую морскую роль второго плана и лучшую женскую роль. Звягинцев считает, что награды повлияют на общественную дискуссию вокруг «Левиафана». В России картину много критикуют за то, что не слишком в приглядном виде выставлена в ней страна. Российский «Левиафан» получил «Золотой глобус». Есть в копилке и награда за лучший сценарий на Каннском кинофестивале. Ничего не понимаю. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. У меня на этом все. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Трorder situation Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова